5 февраля Всемирный день эрудита в нашей стране, а я в этом просто уверен, таковых пруд пруди. И если говорить об эрудитах юных, то местным их концентрацией, конечно, является образовательный центр «Сириус». Он работает в Сочи с конца 2014-го по инициативе президента Владимира Путина. Цель – выявить, развить и поддержать одаренных в области искусств, спорта и науки детей страны. В «Сириусе» стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы». Приглашаются ученики седьмого по одиннадцатый класс, а также студенты младших курсов вузов. Подробности узнаем у руководителя направления корпоративного университета компании «Сибур» Юлии Воротниковой. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Сколько школьников в целом по стране «Сибур» готовил к участию в «Больших вызовах» и сколько из них из Тюменской области? Здравствуйте. Мы готовили первоначально тематику вопросов и тематику проектов, которые школьники могут разбирать на больших вызовах вне зависимости от региона. Особый фокус нашего внимания – это, конечно, Тюменская область и город Тобольск, где реализуется проект класса «Сибура». И проектная деятельность в целом в этих классах, в двух школах, включена в обязательную учебную программу. Точность такая же история с инженерными классами города Свободного в Амурской области, где мы точности также не только рекомендуем обязательно обратиться к проекту «Большие вызовы» наших учащихся, но и обязательно просим наши вузы-партнеры сопровождать данную проектную деятельность и довести детей до определенного результата. Если говорить о Тюменской области, то сейчас 34 ребенка вовлечены в реализацию проектов под заказ компании «Сибур». Проектная деятельность реализуется как при сопровождении со стороны экспертов компании, так и при сопровождении вузов-партнеров, к которым относятся Томский политехнический университет, Российский химико-технологический университет Иоанна Дмитриевна Ивановича Менделеева. И в обязательном порядке техническую часть по этим проектам детям помогают делать эксперт «Искванториум», который был создан компанией в городе Тобольске при поддержке региональных органов власти. Юлия Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о подготовке, то есть, ну, как она идет? Вот если разложить весь цикл проектной деятельности под большие вызовы, то, конечно же, большая часть проектов, она начинается в сентябре месяце, как только учебный год заходит в жизнь наших школьников. Мы фактически изначально определяемся по тематике. Мы против того, чтобы давать готовую тематику, мы всегда слушаем детей и смотрим, в какой зоне у них лежат интересы. Вместе с наставниками мы пытаемся спроектировать возможный маршрут проектной деятельности для детей инженерных классов. И в ходе проектных сессий фактически распределяем сначала по проблемным полям, затем помогаем сформулировать тематику проектов, которые коррелируют уже с бизнес-фокусами компаний. И после этого закрепляем окончательно научного руководителя из университета и технического руководителя из Кванториума или СМИТа в зависимости от территории, на которой реализуется проект. Когда мы понимаем о том, что с точки зрения теории ребенок уже подкован, начинается планирование этапов экспериментальной работы. И здесь, опять же, очень важную роль играют наши партнеры, потому что вся экспериментальная часть может проходить либо на территории лаборатории ВИНЗОВ, а в Кобольске, в частности, действует филиал Тюменского инвестиционного и филиал Тюменского государственного университета, либо же на базе тех лабораторий, которые есть в Кванториуме, есть иногда и в техникумах, потому что по нацпроекту мастерских сейчас очень хорошее оборудование для проведения экспериментальных испытаний. И таким образом мы выходим на прототипирование, на экспериментальную сборку первых выводов и первых результатов, которые дальше уже оформляются в итоговую историю в виде текста. И в этом тексте обязательно ребенок описывает, из чего он приходил к той или иной гипотезе, и, как доказал, верифицировал ее на практике. Вот, пожалуй, весь цикл. Призеров много? Ну и вообще, какими результатами вы можете поделиться? Ну, поскольку региональный этап больших вызовов начинается фактически с 28 февраля, потому что сейчас идет как раз анонсирующая кампания регистрации ребят, я надеюсь, что призеров будет много. В прошлое года мы всегда понимали, что до 50% ребят проходит на региональные этапы, потому что, конечно же, соперников и конкурентов очень много в каждой регионе. Ну и дальше, понимая тот высокий процент ребят, которые со всей России претендует на место в больших вызовах, мы попадали, ну, хотя бы с двумя детьми регулярно из каждого региона. В тех регионах мы ведем адресную работу. Мы очень надеемся, что с каждым годом количество ребят, которые получат такое вожделенное письмо от Сириуса с приглашением на летнюю проектную смену, оно будет увеличиваться. И вместе с нашими вузами-партнерами и Панториумом мы сделаем для этого мастера. Что ж, участникам удачи, ну а вас благодарю за беседу, желаю хорошего дня.